друзья всем привет в этом видео будет очень много материала всякого разного будет о том как мы сходили с Дианкой в Краевический музей давно там тысячу лет не был если вы тоже как и я не были очень давно сходите очень интересно новые чучела особенно рыбные чучела прикольные красивые будет на что посмотреть рыбаку в частности расскажу вам про китовые оснастки в преддверии китового сезона он вот буквально буквально сейчас начнется потому что горбуша уже все на закате покажем что мы ловили в прошлом году что ловилось хорошо во всяком случае я расскажу оснастки про море морские то есть в основном киту ловим в море но и речки тоже в этом году половлю обязательно также я расскажу вам в этом видео про опыт использования опыт покупки японской катушки с алиэкспресса это шимана ванфорд будет капля дегтя капля печали а может не капля так что будет вам интересно если захотите заказывать японскую катушку с китая и также я ставлю видео про рыбалку с горбушей с момента когда я ловил серебро прошел где-то две-три недели и насколько горбушка мутировала вам будет надеюсь интересно что рыба горбуша очень быстро в речке мутирует и что есть только определенная кусочек времени где вы можете ловить серебро на речке в общем будет интересно не отключайтесь видео разделю по таймингам так что кому интересно рыбалка можете сразу на рыбалку переключаться кому интересно про катушку можете на катушку а кто все посмотреть все посмотрит тот молодец Друзья, мы тут случайно оказались у Краеведческого музея, традиции какие-то, я вам покажу, что здесь продают, прикольные шучки, посмотрите, какая красота, все ручная работа, очень красивая, вся тематика сахалинская, красота. Сейчас покажу, это больше на Северный, Северный Сахалин, Чукчи, Нивхи, идем дальше, а че ты, ой, тут фотографируется, что ты внимания не получаешь, милота какая-то, магнитики, Вот самое прикольное, что я нашел, Камбала, наши нерпы машут, чайки, красота, горбушка, чисто по сахалински. Стэн тоже очень красивый, все ручная работа, брелочки для туристов, все красота вообще, смотрите какие мирные тюнини, вот янтарь сахалинский. Можно приобрести себе память о сахалине. В общем, ребят, мы еще одну взяли, рыбку, еще одна, брошь, Камбула, повешу ее на футболку, ой, на футболку, на кепочку свою. Вот, янка мне подарила. Честно, музей был очень давно, но народ ходит, достаточно много народу, да? Да, вообще лет 10 назад, да. Ну, я тоже здесь давно не был. Ну, красиво все выглядит, как будто все стало заметно, презентабельней. Посмотрим, какой там волк. Раньше здесь был рыжий волк, ну, кажется, его давно уже убрали. А вот самое интересное, я все жду, раздел рыбы. Ну, пока вот чучелы, красивые. Медведи. Ребят, кто давно не был в нашем музее, обязательно посетите. Тут очень много всякой красоты добавилось. Ребят, ну вот теперь самое интересное для меня. Стенд рыбалки. Рыб всяких. Так, это у нас рыжик. Красноперка крупных чешуйчатая. Чешуйная. Вообще, его типа называют жугой. А тут, смотрите, красноперка, видите? А это красоперка? Бранта. Есть такие вот... Или мелко-чешуйчатая. Фубы, это миленькие. Видишь, два разных вида. Крабстригун, но таких я не видел. О, камбала. Камбала. Это у нас что это? Это судак, что ли? Это судак, кажется, пятый. Но у нас таких рыб нету. Насколько я знаю. Я не вижу пятый. А вот окуни, да? Голубой окунь. Вот это терпук, который вроде в изменчивом отшивается. Ну не только. Да, японский морской судак пятый. Это у нас терпук. Терпук. Там тоже терпук. Кто-то шестой, что-то послушное. Техиэтианские чувства. А это не знаю. Это я не ловил. О! Навага. А это вот первая. Это треска. Такая большая. Да, это папа Наваги. Это у нас это как-то мельтай. Вот. Это вроде красноголовый заяц, как он называется. Чирилый. Что, зубаря нет? Зубаря? Так, переходим теперь к рыб, который мы точно ловим. Это у нас кунжа, да? Да. Да, кунжа. Ну, пятушки немножко не похожи, но в общем, в общем, похожи. Собака. Собака. Таймень. А вон корышки. А, да, вон корышки. Ну, и тут сема, тут горбуша, кита. Все океанские вещи. В общем, океанские, все лососи, которые воно заходят. Возьмем кайфсы. Кайфсы. А вот горбушку, которую мы сейчас ловим. Только это уже брачные наряде. Кита есть? Вот кита. Вот кита, да? Трес. А сверху вон кижуч. Носатый. Как говорят грузины. Ну, это еще серебро. Вообще круто сделано. Красиво очень. О, а это мы ловим зимой. Каючий краб. И вон там какой-то уже вареный. Каючий. А там... Там даже такой зеркля. Это другой какой-то краб. Я не знаю, что это краб. А горбушек или горбушек. Вы отгадаете сразу. Да? Вот. По точкам можно сразу поделить. Крабоид. А вот сема в нерестовом наряде. Видите, полосочки она розовеет. Слушай, этот краб такой и есть, как вареный цвет. Крабоид какой-то. Крабоид это, типа, ненастоящий краб. А, да? Камчатка-карадический краб тоже крабоид же. А, вот такая большая, да? Большая, но им нужно вареную свину-то пускать. Это у нас голец. Что-то у него с носом пропорции. Более плоская, да, чем где? Желтоперая собака-рыба какая-то. Нет, какой вот бурый фугу. И вон внизу. Желтоперая собака-рыба. Но на фугу похожи. Но они очень похожи. Вот эти рыбки, они часто плавают в село Яблочное. Там, где плаваешь? Маленькие. Маленькие, за тобой плавают. Да, за тобой плавают. Очень мило они выглядят. Обратите внимание, в очках поплаваете. Смотрите, сколько народу. Ой, простите. Пойдем. Билет стоит, ребят, 250 рублей. Это все взрослые. Да, взрослые. Если пенсионер или в этом студент, 150 рублей. Доступно. И много всего интересного. Продолжение следует. друзья я доброе утро я снова на лютоге с прошлого момента меня не было где-то две недели я думаю рыба здесь очень сильно мутировал это время первый очень хочется половить просто рыбку а во вторых самочек для икры самочка хороший зрелый попалась и ему возьмем икру тянка любит уже всю селе которую поймали горбушу смотрите какая самочка смотрите буквально пару недель за плату серебро уже все вся рыжая до горбуша мутирует быстро этом же 2 самочка есть очередная рыбы люди где все также много всякая не шарка рыжая но любым много все все удовольствие половить вопрос спортивный лов добро пожаловать вода грязная у нас были недавно дожди сильные был поводок можно сказать вот вода мутая весна работает естественно яркий ставить у меня в случае это медь серебро тоже будет работать как кислота по-моему это горбыль а нет самочка красиво длинненький туманчик такой солнце а нет горбыль да такого мы отпустим хорошо он успокоился буйные ребята смотрите какой ребят горбач это еще не самый большой горб но уже конкретный ух какая красота очень красивая погода уже кусается уже кусается что такое так вот клюет очередная рыбка снова взяла вдалеке да я под берегом уже подвыбил руки которые стояли потому что клевали часто сейчас клюет тирдолики даже против течения рыбка слабовато сопротивляется ну мы идем за икрой чип вашечку поймать и хватит я икру и съемку очень-очень мало и главное чтобы рыба не воняло правильно сделать ну опять горбатый что непонятно еще покажись а нет самочка вот такая вот ребят весна копия эмиши крафт 7 грамм и я сегодня использую шок лидер 028 шок небольшой сантиметр может 30 потому что я ловлю в районе артека вообще планировал выше быть но тут смотрю никого нету поэтому пришел сюда а так если выше артека это там очень много скал и довольно достаточно мелко поэтому я думал мы шнур будет перетираться поэтому я взял шок лидер а так для блесен я обычно не использую его мне кажется он там не нужен весну мы сплавляем вот она ведь уже есть весну мы сплавляем не крутим а сплавляем течение большой воды много поэтому не нужно ее крутить как и очень быстро выносит из-за течения поэтому ее нужно сплавлять по большей части ну с минимальной подкруткой конечно снова самочка сегодня нам везет прям на самочек удивительно обычно обычно сам цикл это тут это тут закинул ждем и потом крутим то есть я хочу максимально заглубить бисну какая сегодня красивая погода легкий туман и солнце красота уже есть третий заброс и уже есть кто-то говорит что на блесна плохо клюет рыба неактивная смею с этим возразить сколько я был на лютоге всегда на блесна горбуша вся конечно клювало бесперебойно единственное серебро клюет по активней особенно когда стая поднимается потому что сейчас рыба возможно стоит просто на месте рыба нерестовая уже а вот серебро часто бывает прям активное кажись опять самочка прям блин спасибо тоже это тоже к не пойму скажи сам копей да самка как на сегодня везет на самочек очередная рыбка ну покайфовать я считаю что вообще классно мне очень нравится рыбка дергается течение несет солнышко греет че еще надо в первую очередь езжу сейчас ради удовольствия так рыбку подержать поэтому не глумитесь что ловлю рыжих собак рыба годится на самом деле мне кажется только для икры хорошая самочка удивление что следует от них самочка равно на удивление обычно всегда клюет в солнце подавляющем количестве они более агрессивные а тут самочки прям хороший упирается мог девочка сражается давай давай хорошая девочка смотрите какое у нее уже пузико толстенькая набитая экран набухает сражается так ребятки рыбку взял на перекате очень далеко очень далеко воды многовато конечно стременно большая поэтому рыбку найти место стоянки не так просто если здесь вода была чуть меньше вода была чуть спокойнее это было бы отличное место для горбуши это солидный горбуль а дай следите не зубище выросли что подгонять мою блеснула зеленый монстр конечно она по-своему красиво но на мой взгляд из лососевых она самая страшная а вот у нас голубичка выросла в этом году очень много голубики очень сладкая сколько голубики кустов 10 на рассадили а вот голубика монстр растет смотрите вот это размер покрупнее даже чем магазине это у нас рекламная пауза пока я тут ем голубику папаня ловит тунца на самом деле я простыл поэтому решил вам записать видео про стости вот если папа не поймает сегодня выложу тоже как это во свою ленту так друзья снова всем привет запишу вам видео по поводу преддверии китового сезона на что мы ловить на что ловили в прошлом году друзья первый оснастка который хочет поговорить это вот такие вот сарка 5 граммовый блесна блесна очень массивные очень тяжелые их можно использовать по-разному они очень универсальны можно использовать как топ луковой частью так и просто в кастинг в общем и то и то у нас очень успешно ловилась причем в разные в разные каждая разная рыбалка ловилась по-своему то есть где-то ловилась хорошо поплог где-то хорошо ловилась в кастинг где-то хорошо ловилась просто у дна то есть вообще разнообразие используйте в лесен очень велико более конкретно первое вы можете нацепить креветку и ловить просто как амбу вы отпускаете снасть до дна у гуровы вы ловите в море там глубина где-то 15-20 метров вы отпускайте до дна и просто вот начинаете удочкой подергивать креветка тут висит наживка в лесная играет под морем и кита сама просто клюет и цепляется это у нас мы открыли в прошлом году когда киты было на поверхности воды очень-очень много она приискалась во всю но ник вообще никакая не активно ничего не клевал ни одну рыбу не поймали до обеда как только мы отпустили вниз все просто бешеный клев пошел второй момент можно кидать в катинг то есть вы кидаете и зависимости где вам нужно провести блесну если на 8 у дна то вам нужно очень долго ждать чтобы без на упал и только потом крутить здесь хотите в толще воды только сможете сразу крути без на тяжелая нам быстро проваливаться то есть и так и в кастинг и по дну это наживка это место работает то есть все проверено случае поплавковой снасти одну распакую готовую стать это такая снастка достаточно громоздкая поплавок большой здесь 60 грамм на наш взгляд это самый оптимальный объем поплавка здесь флюр либо монолит мононить достаточно толстая где-то 040 до толстая нитка и китовая оснастка вот так выглядит соответственно говоря здесь ассисты мы используем то есть для киты мы используем основном все ассисты потому что первых отцеплять легко и срывается меньше перекручивается меньше пушки то мощная рыба в чем минус таких блесен наверное только что у них металл достаточно мягкий и они будись в этом корешке ольга модель быстро перетирается допустим в этой без не что такое будет меня в этой без не осталось чуть-чуть совсем жить совсем тоненькой осталось ну опять же вам чтобы так перетиралась без нам уже очень много поймать рыбы на поплавочную оснастку можно ловить как традиционный способ закинул ждешь море скажу так так и проводкой то есть вы закидываете и медленно крутите на себя потому что поплав держит блесну в горизонте грубо говоря блесна начинает колыхаться очень медленно она поверсить его ну сколько там глубину поставить и так тоже кита горбуша клюет то есть это не только на киту клюет также на горбушу успешно себя показывает это оснастка какие требования марс спиннинг либо удочка пополчен должна быть очень мощной потому что снасть тяжелая кидать нужно далеко как обычно как правило случае с киты этому снасть у вас должна быть мощная как катушка так и спиннинг так дальше ну вернемся к самой простой снастки то есть случае киты вы не знаете вам нужно брать все с собой потому что вы не понимаете как это будет ловиться либо на блесну либо на тасман либо можно просто на креветку с поплавком то есть все снасти нужно брать потому что рыба непредсказуемая мы это сами убедились в прошлом году поэтому все собой берем сюда самая популярная снастка случае с проводкой этот осман кита его ест не хуже горбуши очень удачная снасть крепление у меня в основном крючок заводное кольцо к нему я прицепляю монолеску где-то 035 диаметром да и вот здесь я вертлюжочек можно самом деле без без вертлюга то есть я какой-то разницы не заметил ничего не перекручивается единственный момент если здесь будет кольцо то возможно что у вас просто осман вылетит поэтому я использую 10 вертлюг чтобы он не вылетал атаку такая вот оснастка крючки я использую культивы это размер либо трешка либо 10 но в основе думаю для киды если у вас осман большой 20 граммов то можно использовать 3 дробь 1 а если осман 13 полын грамм то принципе и яичка дробь 0 хватит вам за глаза также в этом году буду много использовать блесна от различных производителей это и the ocean и хигаши блесна я очень большие надежды них и даю они достаточно дорогие но они скажем так для кассинга и дум подойдут отлично узенькие такие воду будет прорезать хорошо но это балка у дна определенно а это уже на поверхности баксы обычные очень много взял в этом году байта всевозможных размеров ой острые такие крючки и 16 граммовые там 18 в общем всякие разные взял я думаю они будут работать в общем этом году я закупился основательно и те в прошлом году у хорошо работали вот алданчики дешевые мяре то есть они показывали себя отлично различные чинуки копии их и по итогу в конце сезона или следующем году уже расскажу что работало что не работало очень много двушинов тоже всяких разных будет интересно теперь поговорим про спиннинг прошлом году я купил максимус дешевая дешевая палка то я могу вам сказать в общем это максимус не буду распаковывать 24 метра 1040 грамм ничего хорошего не могу сказать ничего плохого не могу сказать если кидаешь вот такие мощные блесна справляется кидает нормально как бы не прогинается достаточно далеко кидает за счет веса да и в принципе именно киту выводить она очень хорошо подходит то есть ты не мелочишься не три года и у нее мучаешь она мощная палка поэтому именно киту быстро выводить а потому что в море хочется быстро воде не хочет с ней мелочиться почта поймать как можно больше вот это вот этого довольствия не о том что ты вытаскиваешь одну рыбу три года поэтому палка вполне подходит но есть одна проблема вы смотрите я когда использовал допустим опять же я повторюсь кита не понять какая рыба она непредсказуемо может клевать на такую вот на может клевать допустим на блесна либо на тасман да и разница весе между 45 граммов или или тасманом три с половиной града 13 половиной грамма это очень большая разница и если ты на этой палке ловишь на тасман хотя тест позволяет до 10-40 то но вот эта игра тасмана с учетом что она очень очень выраженная у тасманского дьявола она прям еле как вот чувствуешь блесну в этом мне не понравилось поэтому по-хорошему вы должны брать с собой два спиннинга это в случае используя тяжелых блесен и в случае использования обычных обычных блесен либо тасманский дьяволов то есть то что до 15 граммов с ну здесь и до 15 до 20 грамм вот поэтому два спиннинга воспринимать должно быть присутствием так что в этом году я попробую новую дичь и тоже дешевая это понтон двадцать четыре двадцать один до пантон 21 семьсот вторая ml xf я думаю 3 14 грамм это очень экстрафасовая удочка очень мягенький кончик для того чтобы блесна как можно лучше я чувствовал то есть удилище коми мощный кончик очень мягкий чтобы я чувствовал игру блесны посмотрим в этом году мы посмотрим так как-то в комментарии мне написали типа вангу и что в следующем году ты купишь себе японскую катушку как будто накаркали и вот моя первая японская кружка это ванфорд 2500 взял я для ультралайта для симы для горбуши вот она катушка в 500 размере заказывала расскажу опыт покупки катушки с алиэкспресса в данном случае это опыт негативная но я надеюсь вам будет полезен потому что как я понял очень многие заказывают катушки либо с озона либо с алиэкспресса да все эти катушки идут с китая условно говоря вот этот ванфорд мне обошелся в 15 тысяч рублей по цене это очень очень дешево да но мне пришла бракованная шпуля то есть вот здесь были засечки достаточно глубокие я сначала них не заметил как заметил сразу огорчился потому что насечки были глубокие и понимал что шнур будет тереться и и придет ему хана вырывая я открыл сразу спор китайские на алиэкспрессе команда алиэкспресс в итоге приняла решение больше продавца то есть мне компенсацию вернули 1700 рублей немного потому что отдельно шпуля стоит где-то 4 500 плюс доставка ну-ка мне обошлась на 5000 рублей то есть я заказал еще одну шпулю по итогу мне катушка обошлась в 20000 рублей условного ряда 21 даже тысяч рублей все равно это дешевле чем покупать здесь но имейте ввиду что в китае бывают вот такие вот чудеса то есть если вам пойдет катушка с бракованной шпулей то алиэкспресс подумаешь вот эти царапины несущественные и вернут вам какую-то маленькую часть компенсации насчет хода я не скажу что он какой-то супер бархатный катушка шуршит самого начала то есть я буду ее сдавать на того буду делать тюнинг и и то есть буквально через неделю придет мне на ваш поле я все вместе с этим сдам мастером потом напишу отзыв что получилось по итогу потому что она укрутится легко но я чувствую какую-то немножко вот шуршание норма конечно не будет чувствуется но хочется катушку самым лучшим ее состоянии почему взял ванфорд вообще ванфорд это скажем так облегченная копия шимана страдика которая ну скажем народная катушка она более легкая и за счет что же я буду используя все ультралайтом удилищем то я взял такую катушку она весит 8 грамм насколько я знаю в девятьсотом размере это очень легкая очень легкая катушка в общем говоря посмотрим в следующем году уже будет опыт использования эти ребят насчет шпуле бракованные да я посмотрел можно ли как-то еще исправить шпулю и оказывается можно берете обычную иглу домашнюю и начинаете вот такой тут а бортик шпуле где у вас заусенец вот только только треть получается игла намного тверже материал до чем бортик и она сглаживает вот эти все заусенцы которые есть то есть я сделал и в принципе я чувствую к же заусенцы но они не остро не изглаженные поэтому я думаю это шпуле теперь можно использовать ну будет у меня две шпули одна для такого штура до другого будем разные шнуры использовать более тонкие более толстые так что не проблема